Всё, ребят, 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 всем привет! Вы на моём канале Мукбанг Ям. Пожалуйста, подпишитесь на мой Телеграм, это супер важно, потому что в Телеграме я реально настоящая. Если хотите со мной познакомиться, то вперёд в Телеграм, там я записываю вообще как встану, как лягу, как вообще чё поем. Всё, ладно. Ребят, сегодня мы с вами. Мне там видно, вы всё жалуетесь на ракурс, но это сложно, фокус настроить, понимаете? Я не айтишник, и поэтому мне тяжело. Короче, мы едим пиццу. Те, кто подписан на мой Телеграм, знают, что мы собирались есть. Ребят, я после записи этого ролика отпишу кружочек в Телеграм, почему не удалось. Короче, жесть. Рыбу привезли плохую. Мы едим пиццу. Ребят, как вы просили? Четыре сыра. Я заказала три пиццы, прикиньте. Ммм, 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 вкусно. Ну, ребят, пицца никогда у нас не изысканная. Обычная, до минус. Сейчас, оп. Ну, нормально. Пьём сегодня, ну, как бы пицца, поэтому пьём пепси. Сейчас открою. Как вообще вы? Как дела? Мне тут что-то все пишут, что давай снимай, давно не снимаешь. Ребят, я прошлый ролик выложила четыре дня назад. Дайте отдохнуть чуть-чуть. Ну, ладно. Ну, слушайте, вот кому реально мало, что я снимаю, подписывайтесь в Телеграм. Там реально. Там вы не успеете, по мне соскучиться. Да, показываю, что ем, куда хожу. Хорошо, что взяла 0,5. На стакане фокусируется? Фокусируется, да. Всё, продолжаем. Короче, ребят, пицца на тонком тесте. Я люблю только тонком. Ну, вот. Что хотела сказать. Во-первых, большое спасибо, что подписываетесь. Ребят, подписываться в день человек по 30. Это очень круто. Если ты сейчас смотришь без подписки, пожалуйста, подпишись, потому что я каждого чекаю, кто что смотрю, что за аккаунт. Ну, вы поняли, да? Поэтому, пожалуйста, пожалуйста. Очень прошу. Тут мне задавали вопросики, в котором я в прошлом видео не ответила. Девочка, девочка и мальчик. Кто-то сдавал? Сейчас, секунду. Сейчас я найду. Сегодня, кстати, не накрашенная. Как вам? Ну, в натураль. Сегодня все быстренько. Потому что хотела снять одно. Не удалось. Быстренько купила пиццу. Так. Маргоше я отвечала в том видео. Сейчас отвечаю Жаке Жерениво. Вот так вот. Короче говоря, он спрашивает про... Жака спрашивает про мое детство. Расскажи о своем детстве. Ребята, у меня вообще было обычное детство. Ну, как вот у вас, наверное, как у всех. Я с бабушкой очень много времени проводила. Знаете, я в детстве мечтала стать светской львицей. Мне казалось, что круто. Капироли. И я сейчас хочу стать светской львицей. Вы знаете, все детские мечты они самые важные. Он пишет, читаю ли я, что мое детство было счастливым. Вообще, мое детство реально было счастливым. У меня была бабушка, дедушка, мама, папа. Наверное, я очень много времени проводила с бабушкой, с дедушкой лет до пяти. Я прям плотно с ними жила. Мама и папа не развелись. Ну, я, конечно, очень всегда скучала по папе в детстве. Вот, но это не сделало мое детство нечистою, потому что у меня ну, блин, у меня реально были крутые дедушка с бабушкой. Про мою сестру. Так вот, у меня, так как мои родители развелись, развелись они рано, когда мне было года два, сестра моя, она уже от отчима, то есть у нас общая мама и разные отцы. Мы с ней очень похожи. Моей сестре 18 лет, и она вот-вот поступила в универ на первый курс. Вот, я считаю, что, знаете, мы как подружки. Ну, как бы. Вот. А он еще пишет, какие отношения, не понимаю, как отношусь к сайтам знакомств. Ну, знаете, в принципе, нормально, ну, если там не хочешь с кем-то познакомиться, много свободного времени. Придавали ли тебя друзья? Особо нет. Были у тебя комплексы, как бы поборола. Кстати, многие вот спрашивают про по семьям комплексов лишнего веса, как я не поправляюсь и так далее. Вообще, мне кажется, у всех людей есть комплексы, правда? Ну, может, у кого-то и нет. Это, кстати, с ананасом. А у нас вообще ничего слышно. Девочки, я просто знал девчонки смотрят, на мальчики тоже. У вас что, нет комплексов? человек, мне кажется, максимально критичный к себе только относится. Какие у меня зубы, какие у меня губы, какие у меня ноги, ну, и так далее по списку. там, то есть, в других людях мы не замечаем, ну, такие, знаете, песчинки и минусы, которые мы замечаем себе. Допустим, не знаю, я стесняюсь, ну, для меня кажется, что я полновата. Но многие люди, кто мне видит впервые, говорят, ты что вообще, куку, ну, ты абсолютно нормальная. Но мне кажется, что я полновата. И вообще, как бы я не худела, мне все равно кажется, что я полновата. Но, сейчас я уже стараюсь любить себя. Это вообще сложно. Ну, то есть, взять и полюбить себя. Там, там, по твоему мнению, идеальную фигуру. Там, какие-нибудь идеальные волосы, зубы. Но, девочки, реально нужно взять просто и полюбить себя. Как у меня это получается, я просто забиваю. Я такая, дай похрен, ну, и пусть у меня здесь там складочка. Ну, и что? Ничего страшного. Правильно же? Правильно. Даже все модели, все вот эти кинозвезды, они идеальны только на ковровых дорожках. Или они идеальны на фотосессии, когда они реально к этому готовятся. то есть, они вот, знаете, худели, готовились, снялись там, не знаю, на обложку Playboy. И вот они там красивые, шикарные. Ну, не Playboy, а гламур, да? и они там красотки. Но в жизни, когда их фоткают папарацци, они такие же замухрышки, как и мы с вами все. Поэтому, реально, четыре сыра в доминосе норм. реально, не парчат так сильно. Все вот эти комплексы от того, что мы просто излишне думаем об этом, об этом. Не знаю, мне вообще становится пофигу со временем. Реально. Я в детстве была толстенькая. Меня там и обзывали. Ну, короче, по-всякому. Ну, блин, я помню, что я всегда знала, что, типа, хрен с ними. Ну, типа, это такая защитная реакция. И с возрастом все равно, как бы, ну, вот эти вот травмы, которые ты получил, ты вот сказал, что ты толстая, некрасивая, кривоногая, кривозубая, косоглазая. Это нужно перебороть, да, прожить, ну, и принять. Ну, ну, да. Люди разные, идеальных не бывает. Поэтому я сильно не комплексую. А то сговариваю с набитым ртом. Мне, знаете, люди пишут, ой, такая толстая, такая щекастая. Ребят, посмотрите на себя в зеркало. Я вот вообще, мне кажется, ни разу в жизни ни один негативный комментарий не написала. Потому что я же не ку-ку. Ну, какая мне разница, кто там что делает. Позитивные я писала, да, чтобы поддержать. А негативные нет. И вот, когда я вижу, допустим, какой-то негатив на канале, ну, прям, когда совсем жесть, я там удаляю, ну, ну, потому что неприятно, да, такое, когда висит там. Просто неприятно, не то, что меня этот человек задел, а мне неприятно это видеть. Вот, поэтому я удаляю. Ну, какие-то такие мелочи, типа, ой, посмотрите, какая она, ну, и что, да, такая, а вы такие. вот. Поэтому, девчонки, не зажимайте себя лишний раз. Правда. Вы, ну, просто понимаете еще, люди многие не осознают этого. А вот вы сейчас, я вам скажу, над этим подумайте. Девочки, прикиньте, что мы живем один раз в жизни. И вот я, свои 20 лет, никогда еще раз не проживу. У меня потом, не знаю, появятся дети, я стану бабушкой, и все, потом вообще умру. И вот этот вот цикл, я повторить не смогу. Да? Поэтому мне нужно все здесь сейчас. Вот поэтому, не тратьте силы и эмоции на комплексы, на поедание себя изнутри. Лекция, да? Слушай, ну, кошки не ем, потому что это, не хочу. Жака, надеюсь, что ответила на твои вопросы. Вот. И как я вот борюсь с комплексами. Ну вот, и, кстати, Джокер Нонсенс. А помните, как я делала прям видео отдельное? На его вопросы отвечала, опять задают. Ну, кстати, знаете, опять на эту тему. Доволен ли я своим цветвложением, хотела быть худее, есть ли комплексы из-за тела. И если бы я хотела изменить свою часть тела, то какую бы я изменила. Про комплексы я сказала, ну, конечно, как бы мне, не знаю там, нужно время, чтобы спокойно начать ходить в купальники. Знаете, когда я всю жизнь хожу в одежде, а потом я, бац, приезжаю на море и такая, думаю, идти или в бар, на бару в купальники или вот что-нибудь накинуть. Потом там через денечки я уже все спокойно везде хожу, но как бы комплексы в любом случае есть и тело почему-то комплексы прерывает особенно. Но сейчас по меньшей степени их меньше, чем раньше. Вот. Что бы я себе изменила? Не знаю. Не знаю, что бы я себе изменила. Ничего, наверное. Нормально. Может быть, я бы сделала так, чтобы у меня пузико всегда было такое, знаете, с прессом. Вот. Но чтобы что-то изменить, нужно очень, ну, что-то за это отдать. Да, там, все пластические операции. Ты это меняешь, но это как бы ты отдаешь что-то, да. Если там менять нос, то может быть с носом что-то случится там или еще что-то в дальнейшем. Поэтому, нет, ничего меня не хочу, на самом деле. У меня и так все нормально. Ммм, ну, как вам? Ну, сейчас и пиццу жую-жую. Ммм, моя фаворитка, вот эта, папирона, ну, немножко подростила. Я взяла она тонко. Ребята, если будете брать в адаминосе, еще где-то берите всегда на тонком. На толстом еще не вкусно. Ну, тут видите, прям у меня хорошие все-таки сыра. Такие. Как-нибудь, ребят, пишите плюсик, ставьте лайки. если хотите, чтобы я сняла свою любимую пиццу. У меня тут недалеко с домом есть пиццерия. Я ее обожаю. Она, вы знаете, или пиццу, вот эту пиццу, которую я люблю, ее можно вот так вот в эту всю трубочку скатать и съесть, как шаурму. Она тоненькая, она сочная, нежная. Там прям, она, ее жевать не надо, она тает. Я вот так и люблю. Ну, это тоже неплохая. Конечно, неплохая. Ребят, такая пицца, 4 сыра называется, средняя, 28 сантиметров, это средняя как раз, стоит 800 рублей. Чего? Это даже не в ресторане, а это вот приходишь и забираешь на кассе. Дороговато, да? Я я бы такие вкусности, ребят, не ел. Я вам снимаю, поэтому ем. Ну что, может, у нас уже долгое видео получилось. Назову его комплексы, да? Ребят, ну реально, подписывайтесь на мой телеграмм. Там у меня все без комплексов. Я решила, я все не буду комплексовать, не хочу больше комплексовать. Раньше, знаете, в этот инстаграм выкладывала фотки, максимально третушированные, ну все комплексы. Сейчас, вообще, кстати, мне нравится телеграмм, потому что там он такой живой. Ты выкладываешь эти кружочки и нет какой-то такой ответственности, как в инстаграмме, там, сториз. Как-то мне больше нравится телеграмм. Реально, я его распробовала. Как вы мне учили в прошлом видео. Убираю корочки за камеру. Мне многие написали. Убираю кости. Куда ты кладешь кости? Все, убираю. Не показываю вам. Красиво. Все у нас красиво. Повесила новый плакатик. Вот он. Как вам? В телеграмме полную версию показала. Мне не очень нравится. Сразу скажу. Темноват. Знаете, он классно выглядит, когда в сумерках темная квартира и его видно. Сейчас не видно. Какой-то он темный. О, ребят, все, наелась. Давайте еще раз вкусну. Ой, сейчас. Подождите. Ради вас, мои дорогие. Вот такую вот это с ананасом. С ананасом тоже вкусно. Все вкусно. Ребят, ну что же, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас люблю, целую. Всем пока.